ола всем привет вы на канале блондинка в испании сегодня бы хотела ну не знаю подвести итоги или просто рассказать про испанию мы в испании находимся уже почти год и я в это просто не могу поверить потому что год пролетел очень быстро во-первых в начале ты когда приезжаешь в эту страну и когда еще это было не запланировано ты ничего не понимаешь что где как потом ты когда хоть что-то пришел в чувство ты начинаешь оформлять документы для того чтобы здесь находиться здесь жизнь когда ты оформил документы начинается оформление детей в школы и в секции так далее и это постоянно наверное на протяжении нескольких месяцев ты находишься вот в постоянном каком-то оформлении чего-то узнавания прочитать побежать оформить распечатать и так далее затем когда где-то проходит полгода ты начинаешь замечать уже и делать какие-то выводы об этой стране хотя я уже спустя месяц могла видела наблюдала за детьми за людьми и могла уже сделать свои выводы так вот находясь в испании почему же люди так любят испании почему она их очаровывает и зачем они сюда едут во-первых как говорится что страна это улыбающихся эмоциональных и не обремененных людей это правда с одной стороны да здесь люди более не обремененные они у них все размере на они не сильно торопятся из-за этого у них очень часто эти маньяны то есть отложу на завтра либо на неделю либо на месяц свои дела но я бы не сказала что прям здесь все такие улыбчивые и доброжелательные нет здесь люди встречаются очень разные точно так же как и у нас все разные кто-то тебе улыбается если ты ему улыбаешься если ты наезжаешь на человека естественно испанцы очень эмоциональные пошлют куда подальше и будешь ты и лететь и проклинать они тебя тоже будут поэтому ну сказать что прям все тебе улыбаются и рады да может быть из-за того что это солнечная такая страна для туристов и ты уже приезжаешь сюда у тебя уже хорошее настроение поэтому мир ты воспринимаешь в таких вот солнечных ярких красках и даже люди тебе кажутся такими но на самом деле большинство испанцев они конечно же доброжелательны следующие приезжают естественно в испанию за мягким климатом то есть зимы здесь короткие но это только на юге испании если мы берем север испании то на севере точно также холодно зимой и хотя там есть отопление если на юге отопления нету потому что они считают зима короткая зачем ставить батареи то на севере холодно на улице даже достигает температура до минус семи и выпадает снег но зато в квартирах у них есть центральное отопление и они там не мерзнут следующие говорят что в испании ну как пишут все сайты и все друг другу передают разнообразие продуктов да здесь много овощей и фруктов но не все они вкусны здесь то же самое в супермаркетах пластмассовые эти помидоры с огурцами и там яблоки почти как на вкус не сильно настоящие но если вы идете на рынок то можно найти продукты и фермерские которые действительно настоящие и такие вкусные просто здесь очень много разнообразия особенно фруктов разных поэтому и это все круглый год и кажется что испания прям вся фруктовая и овощная страна но не все здесь вкусно я бы сказала даже помидоры и огурцы у нас ну еще кое-что у нас намного вкуснее хотя здесь и все растет и солнце но здесь очень много овощей и фруктов за счет того что жара страшно она все растет под пленкой ну то есть она не видит вот свежего воздуха из-за этого как бы овощи и фрукты не такие сочные когда они растут в грунте на свежем воздухе то конечно же они сочнее и вкуснее так же говорят что очень много морепродуктов в испании это правда есть разный выбор морепродуктов но они не такие уж и дешевые поэтому чтобы съесть рыбку то в принципе если есть рыбку и сидеть на среднеземноморской вот этой вот диете или рационе то тоже вам обойдется в копеечку то есть это здесь здесь много выбора но и цены тоже такие вот большие я бы сказала на морепродукты дальше сюда едут за образованием подходу к образованию образование я не скажу что оно плохое оно нормальное просто здесь оно отличается от нашего образования вот я все хочу сделать огромный пост про образование это меня очень сильно колышет и я уже наблюдаю как дети учатся в средней школе как учиться старше у меня есть свои выводы здесь совсем другой подход это не главное здесь оценки главное эмоциональное состояние ребенка то есть чтобы он радовался хлопал пел танцевал и и шел в школу с удовольствием это тоже немаловажно но как такового образования и обучения если допустим но я беру например нашу страну у нас даже самых таких сложных двоечников все равно учитель старается тянуть просит уговаривать чтобы он учился держит связь с с родителями то здесь если у вас плохие оценки то ничего страшного просто вы потом напросто не поступите в институт но это тоже не слишком страшно дальше что касается языка естественно здесь нужен испанский язык когда вы туристу вы можете обойтись английским либо какими-то жестами может быть вам и не слишком он нужен будет но если вы собираетесь здесь жить или уже живете то без испанского языка очень тяжело потому что это все-таки испания и здесь очень много испанского и вообще испанцы они такие патриоты своей страны я уже не раз говорила я читала статистику что 70 процентов испанцев не выезжают за пределы испании то есть они не путешествуют другие страны потому что считают что испании и так прекрасно зачем ехать куда-то поэтому они любят испанский и разновидности испанского языка поэтому испанский вам обязательно будет нужен в испании и даже для и даже не просто чтобы общаться например вы например захотите пойти в кинотеатр или в театр то тоже естественно чтобы хоть что-то понимать и вам нужно знать испанский язык что касается спорта секций очень много ну прям разнообразие и испанцы и любят заниматься спортом и здесь и и старики занимаются что мне очень нравится даже в нашем поселке уже говорила не раз можно найти любую секцию которую вы хотите и даже если вы ну не хотите ли у вас нету средств платить за секцию хотя они не слишком дорого стоят вы можете заниматься спортом самостоятельно здесь очень много разных спортивных площадок красивая набережная можете сделать вечернюю утреннюю пробежку позаниматься на турниках и так далее то есть насчет спорта испанцы конечно вообще за бест молодцы они уделяют этому времени особенно на выходных прогуливается семьями кстати к семье испанцы тоже относятся ну как бы сказать такой милотой да да то есть много проводят времени с семьей и это очень замечательно кто семейный человек и кто тоже любит вот такие вот семейные ценности то вот испанцы они очень уважают любят детей в принципе мы все любим детей да но они как-то это выражают более эмоционально и с уважением относятся к старикам и людям там старшего поколения в самое лучшее в испании быть это конечно же цифровым кочевником вот вы приезжаете в испании если вы цифровой кочевник это замечательно еще если у вас зарплата больше 3-4 тысяч евро это вообще за бест ну это я не говорю что вы будете прям шиковать но жить на такие деньги можно и работать можно потому что устроиться на госпредприятие или чтобы у вас был контракт тоже это тяжело в испании потому что во первых вы приезжаете не знаю там знаете вы испанский не знаете и испанцы тоже не очень любят брать на такие работы мигрантов поэтому когда у вас есть своя работа либо вы открываете свою какую-то частную ферму либо кафе то это прекрасно и вы тогда хорошо здесь у живетесь и вам будет здесь замечательно если нет то конечно тяжело готовьте что будете работать посудомойкой либо поломойкой либо и идти собирать овощи фрукты что очень тяжело и малооплачиваемо и и не всегда вас оформляют потому что налоги в испании огромные просто огромные из-за этого кстати многие люди и ну не многие люди а просто вот цифровые кочевники думают ехать сюда или нет потому что есть страны в которых налог значительно меньше но опять же испания покупает своим климатом и вот этой вот погодой атмосфера и конечно же хочется зарабатывать онлайн деньги и сидеть именно в испании ну это вот так быстро про испанию и если вы готовы жить в каких-то ну вот вы арендуете например жилье вы готовы жить в какой-то не некачественных домах потому что дома и окна у них не слишком качественные и вы готовы терпеть полск ледяной пол с кафелем и эти сквозняки с ветрами особенно весной и осенью и вы готовы сидеть на скамейке какие-то на каменных скамейках и попивать холодное пиво вы готовы чтобы ваши дети сидели на асфальте и на них не обращали внимание учителя то тогда вам прямиком в испании потому что в испании это все есть и и просто к этому нужно привыкнуть сказать что привыкла я нет меня многое поражает и к некоторым к некоторым вещам я даже негативно отношусь я сдерживаю это в себе понимаю что это другая страна у них совсем все по-другому другие традиции своей я не могу здесь никому указывать но иногда меня что-то очень сильно раздражает ну а вообще испания конечно с другой стороны это с одной стороны у него негатив да а с другой стороны конечно же испания очень прекрасная страна замечательными людьми с прекрасным климатом и одной из самой она считается одна из самых недорогих в европе стран потому что мы все-таки тоже сравнивали цены когда сюда ехали ну как сравнивали уже сидя в машине мы читали что куда когда ехать то есть мы не планировали прям именно сюда и надолго и вообще куда нам ехать мы просто в машине а уедем сюда а ну давай почитаем что там про эту испанию и испания оказалась более-менее не такой дорогой как другие европейские страны все на этом все я хочу сказать еще раз если вы надумали ехать в испанию и вам эта страна нравится и вы готовы принимать ее с разными минусами то добро пожаловать и почему бы и нет я отговаривать конечно вас не буду ну просто можно подумать почитать посмотреть какие-то еще видео путешествия по испании и если вы здесь уже были и вам это все нравится то конечно же приезжайте и вот уже март месяц уже на улице достаточно тепло и это очень-очень радует и поднимает все-таки настроение все увидимся на канале блондинка в испании адио